Детям кроме вот этой вот площадки, вот это и вот что там, больше нет где развлекаться. Ну вот представьте, такое большое население забрать последнее. Школа без стадиона не получит лицензию. Подождите, мы сначала с вами строим стадион, мы летом 22 года строим стадион новый, перезакрепляем его за школой, и у школы остается лицензия. На микрорайоне Елецкий существует единственный стадион около 60-й школы. Сейчас этот стадион хотят снести под строительство нового корпуса школы. Однако местные жители выступают резко против и считают, что школу необходимо строить в микрорайоне Елецкий Лайт. Администрация на эти доводы отвечает, что якобы там проходит глиссада самолетов, от нее шум строить невозможно. Тем не менее, жилые дома в этом микрорайоне им это строить совершенно не помешало. В начале августа прошло первое собрание жителей по этой теме. Приходила Евгения Юрьевна Ларкина, мэра Липецка. Жители задавали ей всевозможные вопросы, были предложены разные варианты разрешения этого конфликта. Однако, тем не менее, администрация продолжает настаивать на том, что вместо стадиона нужно построить новый корпус школы, хотя микрорайону нужна большая полноценная школа. А стадион не хотят вынести в этот самый микрорайон Елецкий Лайт, чтобы дети ходили по 5-10 минут туда и обратно, сели потоков машин в небезопасной территории. Я понимаю, что инициировалась сегодняшняя встреча по в целом беспокойности жителей микрорайона в связи с тем, что была выпущена администрация города информация о строительстве спортивного комплекса и стадиона в непосредственной близости и потенциалом строительства школы, еще одного корпуса на месте существующего стадиона. Коллеги понимают, что этот вопрос важный, и он важен с разных сторон. 1752 ребенка на сегодняшний день, мы видим, что они пойдут с 1 сентября этого учебного года в данную школу. Прогноз с учетом роста микрорайона, с ростом численности жителей, с ростом Елецкого Лайт к 23-24 учебному году, это 2317, ну, безусловно, все вы знаете, что данная школа рассчитана на 700 мест. Изначально, когда строился микрорайон, мы предполагали, что здесь будет два корпуса школы, рассчитанные целиком на 1800 мест, эти два корпуса будут занять в односменном режиме, но на сегодняшний день мы имеем один корпус на 700 мест. Безусловно. Если вы посмотрите документы, этот документ не тайный, коллеги, это публичный документ, проект планировки, который был утвержден в 2016 году, предусматривалось поэтапное строительство, и мы понимаем, чтобы первый этап обеспечить требования в лицензии... И дети будут ходить туда в сентябре? Конечно, конечно. Что такое, коллеги, что такое через все микрорайоны? Давайте вот мы посмотрим, вот я буквально несколько дней была, давайте мы возьмем активную группу и проедем с вами на микрорайон европейский. Проедем. Там пешая доступность? Послушайте, послушайте. Вы представляете сейчас, что я вас перебила? Можно удачить вопрос, коллеги? Если вы скажете, давайте, если говорить все дружно, напишите, что вы готовы возить своих детей в другую школу, в другие микрорайоны, но у нас просто возможности. Повторяемся, что если бы у нас была возможность построить школу на месте за храмом, у нас бы не было этого вопроса. Во-первых, почему получилось так, что стадион был построен, на него уже было выделено большое количество бюджетных средств, и эти средства теперь, получается, улетят в никуда. Во-вторых, вы видели, что внутри микрорайона практически невозможно припарковаться. Людей это вечная проблема. Как вы планируете перевозить строительную технику? И в-третьих, почему дети должны, рискуя, ходить действительно 10 минут, черт знает куда, когда у них есть место под стадионом? К тому же, вы знаете, что еще в 2008 году было запланировано строительство спорткомплекса «Хотящиеся камни» недалеко от этого микрорайона. Где этот спорткомплекс? И с этим спорткомплексом будет абсолютно то же самое. Поэтому это все пустые обещания. Давайте, коллеги, давайте, чтобы не было громогласных заявлений таких, которые очень пахнут некой историей, да? Мы сделаем по-другому, коллеги, коллеги, мы сделаем по-другому. Давайте так, сегодня у нас с вами есть идиот. Мы предлагаем вам все-таки обсудить функциональное наполнение спортивных комплексов. Подождите, обсудить функциональное направление спортивных комплексов. Мы проектируем, мы строим. И тогда, когда вы видите стадион, тогда, когда вы видите спортивный комплекс, который построен, мы еще раз соберемся с вами и проговорим. С 16-го года, говорите про это. Значит, вы стоял бы третий корпус, и рядом бы стоял второй. И сначально вы жили бы уже, когда всегда было, как можно. Я, конечно, вам сейчас не поднялся. Уважайте, пожалуйста, обычных, простых людей. Уважайте, на зарплату 15 тысяч. Послушайте, что вы предлагаете, кроме... Вы на целую школу. К нам наши дети будут ходить в эту школу. Может быть, можно нам дать уже право голоса, что мы все за то, чтобы построить корпус на Еленском. Так, на Еленском ладе, на этой зоне, за грамм. Мы не потеряем. Это грамм. Как? Рей. Рей. Послушайте, есть требования роста от Ребенского зона. Есть ограничения. Вы сказали, что есть ограничения на 3 этажа. Я сейчас прочитала, что до этого года уже внесли, что можно утром 5-этажной школы. Можно. Можно. На ограниченной зоне. Можно. Послушайте, для того, чтобы... Александр Александрович, если вы будете внимательно слушать, что мы могли бы построить на месте стадиона школу в 5 этажей. Но для того, чтобы построить школу в 5 этажей, у нас увеличивается численность детей на каждого ребенка количество квадратных метров участка, который должен быть под школу. А участок у нас ограничен. Возможно, что кто-то когда-то опростоволосился. А можно, если вы не стали сша, я на себя посмотрю. Ну, видите ли, кто-то опростоволосился. А кто, мы выяснить уже не можем. Концы в воду и все. Разумеется, нас такая аргументация не устраивает. Тем более, что в изначальном проекте находился стадион действительно там, где он находится сейчас. И еще один стадион находился на Елецком Уайт. Мы отправили запрос в прокуратуру по этому вопросу о необоснованном использовании бюджета. И прокуратура обещает нам 4 сентября дать ответ.